Каждый год от Минсоции мы получали подарки. Как малобеспеченная семья, это еще один повод порадовать моих детей. В этом году это не получилось. Подарков мои дети, так они дождались. Объяснить дочкам, почему в этом году они не нашли под елкой конфет, Евгения не может. В канун Нового года соцзащита заявила многодетной маме, что кульков нет в наличии. Куда пропали положенные подарки, говорить отказались. Мало того, женщину еще и обвинили в попрошайничестве. Вы уже нас попрошайки заколебали названивать. Я говорю, вы понимаете, что я сама знаю, как собираются эти подарки, они идут по спискам. И все-таки хотелось бы получить. Трубка была брошена. Раньше Челябинка, как волонтер, сама помогала собирать кульки для других детей. Но с таким беспределом столкнулась впервые. Жалобами на работу соцслужб в этом году южноуральцы буквально завалили соцсети. Без праздничного настроения в этом году остались десятки семей. Больше всего недовольных оказалось в Копейске. Мой ребенок, конечно, без подарков не остался. Подарков у нас в этом году было много, но все равно было неприятно. Звонила в суд защиту, сказала, что у вас там происходит бардак. На что мне сказали, что да, но ничего мы поделать не можем. В министерстве соцотношений проблему с Копейском признали. Выяснилось, что муниципалитет не закупил нужное количество кульков. В остальных случаях, по мнению чиновников, виноваты сами южноуральцы. Как заявили в Минсоции, многие из недовольных просто не подавали заявление на получение презента. А некоторые и вовсе не имеют права на подарок от государства. Какие категории семей могут претендовать на получение подарка? Такие как дети, например, с инвалидностью, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из малообеспеченных семей. То есть, если доход многодетной семьи превышает прожиточный минимум, подарок можно не ждать. Также в списках значатся только дети до 14 лет. При этом массовые проблемы в министерстве не считают. Пока от южноуральцев поступило 30 обращений. Но, судя по отзывам в интернете, тех, кому не достались конфеты, может быть гораздо больше. Выдать презенты детям обещают до 14 января. Евгению после скандала уже пригласили в соцзащиту за подарком. Вот только избавить долгожданный презент для дочек от осадка вряд ли получится. Дождутся ли остальные малыши к середине января затерявшиеся 600 граммов конфет, пока не ясно. Елена Лебедева, Наталья Петрухина, Андрей Грещук, 31 канал.